Здравствуйте! В эфире программа Аптатанаса. С вами Зарина Удба, Сурдоперевод Нургуль Санабайхазы. И в ближайшее время расскажем вам о событиях уходящей недели. В понедельник глава государства Касымжумар Тукаев выступил с посланием народу «Справедливый Казахстан», «Закон и порядок», «Экономический рост», «Общественный оптимизм». В нем президент обозначил конкретные направления развития страны. В частности, перед правительством поставлена задача увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Требуется обеспечить постепенный переход от прямого субсидирования аграрного сектора к обеспечению доступного кредитования. До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. А 6 октября пройдет общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. Также глава государства объявил 2025 год годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Кроме того, президент поручил сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. А со следующего года в стране окончательно внедрят систему выборов акимов районов и городов областного значения. Самой насущной задачей является и обеспечение экономики квалифицированными кадрами. Прежде всего, необходимо преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов. А именно строителей, энергетиков, работников в сфере водных ресурсов и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего. Работа в данном направлении уже начата. Представители актюбинской общественности поделились своим мнением о инициативах президента. Размер местных выделяемых грантов должен позволять организовать качественный образовательный процесс. Президент подчеркнул, что нельзя распылять государственные средства по всем вузам. В Актюбинском региональном университете имени Кудайбергена Жубанова идет конкретная работа по развитию региональной науки. Не только фундаментальной, но и прикладной. Недавно вуз выиграл грант Центра академического превосходства на 3 миллиарда тенге для закупа лабораторного оборудования. Мы получили ответ на проведение референдума по строительству атомной станции. Определена дата 6 октября. И надеюсь, население Казахстана, общественность поддержит решение положительную сторону на строительство атомной станции. Безусловно, эта потребность энергетики в Казахстане ощущается. И думаю, строительство таких объектов компенсирует именно эту потребность. Безусловно, одно из красных линий, проходящих посланий, это подготовка квалифицированных кадров. То, что 2025 год объявлен годом рабочих специальностей, это является таким примером подготовки именно квалифицированных рабочих кадров. К этому, я думаю, должны подключаться именно среднеизменные образования, это колледжи и, безусловно, высшие учебные заведения. Правительством осуществляется интернационализация высшего образования. Для этого в страну привлечены 23 известных зарубежных вуза. К слову, в октябре в прошлом году открылся филиал британского вуза Хериот Уотт. В этом году мы уже набрали второй поток студентов. И именно подготовка этих кадров в систем, что это технические кадры, необходимые для региона и страны в целом, так как это и нефтяная инженерия, и электроэнергетика, и IT специальности. Также в послании была отмечена важность именно искусственного интеллекта во внедрении в учебный процесс, что в свою очередь уже университет работает в этом направлении. Именно подготовка и IT специалистов, и преподавателей, именно владеющих методами искусственного интеллекта, значительно усилит работу в будущем, как для подготовки кадров, так и в целом. В прошлом году Касым Жумар Тукаев в рамках рабочей поездки в Октябрьскую область посетил филиал данного британского вуза, где отметил значимость трех специальностей, а именно электроэнергетика, компьютерная и нефтяная инженерия. Я как студент, обучающийся на специальности нефтяной инженерии в университете Хериот-Вод, хочу отметить и согласиться с посланием президента о том, что нужно внедрять искусственный интеллект в такие специальности, как электроэнергетика, IT и нефтяная инженерия. На данный момент мы проходим обучение в университете Хериот-Вод, где профессора подчеркивают значимость искусственного интеллекта и работают над внедрением в нашу программу именно искусственного интеллекта в нефтяной инженерии. Так как на данный момент в некоторых нефтегазовых месторождениях в Казахстане уже используется данная система, и нужно улучшать эту систему. Поэтому профессора, которые приезжают к нам ежемесячно, они проводят обучение и улучшают систему образования именно в плане искусственного интеллекта. Также в своем послании президент объявил 2025 год годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Код рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Президент отметил важность интернационализации как варианта, как открытие окон для нашего государства, для притока капитала и кадров. Кроме этого, президент указал, подчеркнул важность подготовки научных кадров, кадров специализированных. Также были указаны вопросы о важности среднего образования. Кроме этого, президент следующий год, 2025 год, назвал годом технических профессий, где подчеркивается важность и ценность наличия профессионалов в своей деятельности, в своей сфере. Касым Жумартукаев подчеркнул, что правительству следует рассмотреть возможность принятия в отраслевые госорганы выпускников колледжа, показавших высокие результаты. Это в очередной раз доказывает в отчетный статус человека труда. Важно следовать известному принципу – ответственный гражданин, честный труд, заслуженный отдых. В целом, требуется уделить особое внимание получению молодежи профессионально-технического образования. В этой связи актуальной является практика внедрения современных цифровых технологий. Наш президент говорит, что необходимо использовать искусственный интеллект, виртуальную реальность, создавать новые проекты. То, мне кажется, это сейчас нужное направление, потому что сейчас век будущих специальностей, и мы в этом году планируем создать проект «Иннолаб», где наши преподаватели и студенты будут разрабатывать свои новые проекты. Наши студенты работают в виртуальных лабораториях, чтобы посмотреть, как делается, допустим, на практике это. Также в виртуальной лаборатории на уроках химии, на уроках технологии машиностроения, в переработке нефти и газа с применением виртехнологии мы можем использовать игровые моменты в нашем учебном заведении на уроках. Отрадно, что необходимость внедрения в учебный процесс современных технологий понимает и молодежь, будущие выпускники колледжа. Ребята поддерживают и из главы государства касательно трудолюбия и профессионализма в обществе для формирования нового качества нашей нации. Важно подчеркнуть, что всего в колледже обучается свыше 2300 человек, по 12 преимущественно техническими специальностями. Мы с другими студентами и преподавателями смотрели и слушали обращения президента Республики Казахстан, в котором он говорил о важных вещах и целях на этот год, о том, как нужно улучшить состояние жизни. Говорил о важных вещах, как улучшение качества образования, о открытии новых учебных заведений, высших, так и средних, о внедрении новых технологий, таких как искусственный интеллект. Активно внедряется цифровая технология в сфере образования, такие как электронные учебники, доски электронные, различные сайты, платформы для обучения, что очень помогает в процессе обучения. Думаю, что его слова должны были смотивировать всех жителей Республики Казахстан, чтобы мы сплочились и вложили общие усилия для улучшения жизни в нашей стране. Как подчеркнул Казам Жумарту, кайф, не бывает плохой работы. Любой труд в почете. Главное, чтобы каждый гражданин выполнил свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. Только так наша страна достигнет высот на пути прогресса. В послании народу Казахстана глава государства особое внимание уделил инфраструктурному развитию. В частности, наша страна сталкивается с дефицитом электроэнергии, и мы нуждаемся в экологически чистых и экономически выгодных источниках энергии. В этой связи глава государства подчеркнул, что необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Возведение атомной электростанции способствует региональному росту и модернизации. Кроме того, появление в нашей стране АЭС экономически выгодно и экологически безопасно. Актуальные вопросы применения мирного атома обсудили ученые в ходе Круглого стола, организованного в стенах университета имени Жубанова. В ходе Круглого стола обсуждались актуальные направления реализации политических, экономических и социальных инициатив, изложенный главой государства в послании народу страны. Безусловно, важнейшим аспектом в обращении президента стало объявление даты референдума по строительству атомной электростанции. Специалисты отмечают, что возведение АЭС – это веяние времени, необходимость по восполнению недостающих объемов электроэнергии. Это, в принципе, стратегический объект. Это не завтра, не послезавтра подключается в эксплуатацию. Поэтому это десятилетиями строится. Но некоторые люди думают, ну зачем нужно? А через 10-15 лет действительно будет очень острая необходимость электроэнергии. Некоторые оппоненты думают, что давайте заменим ветерные или гидроэлектростанции, или солнечные электростанции. И никто, так сказать, не против. Но пока КПД у этих электростанций очень низкий, необходимо и дальше провести исследовательские работы. Проблема заключается в том, что пока еще мы не умеем, от ЭНИК-станция вообще, человечество пока не умеет, больших энергий аккумулировать. При реализации проекта важно проработать вопрос хранения радиационных отходов, обеспечить наличие необходимого квалифицированного кадрового состава. Компания-реализатор проект должна сопровождать весь процесс строительства и полного введения объекта в эксплуатацию. На круглом столе мы обсудили вопросы возведения АЭС в нашей стране. Прозвучало много экспертных мнений. Конечно, необходимость строительства атомной электростанции в нашей стране назрела. Но важно разъяснить населению пользу от использования мирного атома, подготовить квалифицированные кадры, которые будут там работать, отправлять специалистов на сажировки, обмен опытом в страны, где подобные технологии широко используются. В работе круглого стола приняли участие физики, биологи и экологи. Специалисты поднимали вопросы состояния энергетического комплекса в Казахстане, использования атомной энергетики. Ученые провели углубленное обсуждение необходимости возведения АЭС для экономического развития и улучшения качества жизни населения. К слову, для повышения качества жизни жителей большая роль отводится расширению собственного производства, что позволит сделать атомная энергетика. Я хочу провести параллель между продовольственной безопасностью. Когда мы говорим о продовольственной безопасности, мы понимаем необходимость внутреннего производства, обеспечения товарного рынка собственной продукцией. Тогда мы не будем зависеть от импортеров, от других стран. Те страны, которые поставляют, они могут диктовать свои условия. И здесь никакие административные меры, никакие тарифные меры не спасет положение, если у нас не будет внутреннего производства. И здесь по производству атомной энергии я тоже хотела бы сказать, что только собственные ресурсы могут нам дать выгодные условия. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Аптат МСЭ. В Казахстане 7393 семей, пострадавших от весеннего наводнения, получили новое жилье. 5313 домов из этого количества были приобретены, остальные были построены. Согласно статистике, более 9000 семей, в дом которых поступила вода, всего было выделено 53,5 миллиарда тенге. Это компенсация за ремонт и восстановление жилища. Единовременная выплата в размере 100 месячных расчетных показателей по стране выдано более чем 34 тысячам семей. В Актюбинской области во время паводка пострадали более 4000 домов. Свыше тысячи из них стали непригодными для проживания. Половине семей приобрели готовое жилье. Остальные предпочли дожидаться завершения строительных работ. Они были разделены между десятками подрядчиков. Это дало положительный результат. Так, в Кабдинском районе 117 семей получили ключи от новых комфортабельных домов. 100 семей были заселены в самом райцентре и еще 17 в селе Жарык. Стоит отметить, что все дома возведены при поддержке фонда Булата Утимуратова. Тему продолжит наш корреспондент. По Хабдинскому району от весеннего паводка пострадало 288 домов. 133 дома удалось отремонтировать. Однако 155 признаны непригодными для проживания. 8 семей при поддержке государства приобрели жилье на вторичном рынке. Для 147 семей начато строительство новых домов. И теперь жителям больше не придется бояться прихода воды в их жилье. На сегодняшний день 117 домов уже возведены и ожидают прихода своих хозяев. Типовые дома площадью 80 квадратных метров оснащены современными удобствами, включая санузел и котельные для автономного отопления. Вручая ключи новоселам, Аким области подчеркнул, что пострадавшие от стихии своевременно получили помощь от государства и частных благотворителей. Мы благодарны неравнодушным бизнесменам за их вклад в восстановление нашей области после стихии. Совместная работа с фондом Булата Учимуратова по обеспечению пострадавших жильем продемонстрировала, насколько важно объединяться в трудные времена. Радость, возвращающаяся к нормальной жизни новоселов, вдохновляет нас продолжать сотрудничество на благо региона. Одна из обладательниц ключей – Фатима Сукулова. Дом 65-летней Хабдзинки был из Самана. И, конечно, такого напора воды он не выдержал. Семья, как могла, боролась с водой. Однако на четвертый день стены все же рухнули. Это были страшные дни. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые помогали в такие минуты. Нам привозили еду и все необходимое. Нас не оставили наедине с бедой. Вся помощь, в которой мы нуждались, была оказана. А когда сказали, что построят новый дом, счастью не было предела. Казалось, что день, когда построят, еще далеко. Но вот сегодня мы можем зайти в свой собственный новый дом. Практически смыло дом у пенсионера Аскара Нуржанова. По словам 74-летнего жителя, ранее в районе подобного паводка не было. Дом я построил три года назад. Мы практически не успели там пожить. Пытались, как могли, остановить воду. Мешками обкладывали, но вода все равно найдет, где пройти. Вода стояла долго, дом дал осадку, много раз приезжала комиссия. И все же его признали непригодным. За новый дом выражаю благодарность Акимам села и области, нашему президенту, за то, что поручил в кратчайшие сроки решить проблемы пострадавших. Ключи от домов получили и жители села Жарых. Одна из 17 пострадавших – Сагира Кунур. В семье 59-летней многодетной матери – 9 человек. После того, как дом затопило, им несколько месяцев приходилось жить на съемной квартире. Для строительства выбрали хорошее место. Мы очень рады. Дома светлые, со всеми удобствами. Для села очень комфортные дома. Все одинаковые, выглядят очень красиво. Спасибо большое. Подарки дарят. Очень боялась, что до зимы придется скитаться по квартирам. Быстро все построили. В общей сложности группа компании Булату Тимуратова выделила порядка 12,5 миллиардов тенге на помощь пострадавшим от паводка в Казахстане. Директор фонда Марат Айтмагомбетов подчеркнул важность поддержки пострадавших семей. Начиная с апреля месяца наша команда работала здесь в городе, в районе. В городе мы приобрели порядка 100 квартир в новых комплексах жилых. Сделали ремонт, передали тоже бесплатно жителям города, те, кто пострадал. Здесь в районе было принято решение построить новые дома. Это 180-100 квадратов. Здесь в районном центре Кобда было построено 130 домов. В соседнем ауле Жарок было построено 17 домов. В общей сложности по области больше 400 семей, вот именно те, кто пострадал от этих паводков, они получили от нас поддержку и помощь. В ближайшие дни фонд вручит ключи еще от 30 домов, что позволит полностью завершить масштабный проект по обеспечению жильем более 400 семей в Актьюбинской области. В Актьюбинской области в этом году будут газифицированы три населенных пункта. Это села Алтыкарасу и Янбекшетимирского района, а также поселок Жарек в Мугаджарском районе. Кроме того, на сегодня реализуется 15 проектов по обеспечению жителей глубинки централизованной водой. Подробнее в материале Жасана Жалбакова. В этом году начата реализация 27 проектов по обеспечению головым топливом более 5000 жителей. Эти проекты являются переходящими на 2025 год. На сегодняшний день у нас имеется 320 сельских населенных пунктов. Из них 168 или это в процентном соотношении 52,5% обеспечено газоснабжением, в которых проживают 886,5 тысяч населения. Это в процентном соотношении, если по населению считать, 95,5%. В текущем году планируем три села газифицировать. Это у нас в Тимирском районе два села, Алтыкарасу и Янбекшет, и в Мугаджарском районе поселок Жарек. Также на территории области готовится большой проект, а именно строительство третьей нитки магистрального газопровода от флода «Бухара-Урал». Стоимость проекта более 43 миллиардов тенге. Работа начата в 2023 году. На сегодняшний день 85% уже завершены. На 85% мы планируем в ноябре запустить данный проект. Это, в свою очередь, даст возможность реализации новых инвестиционных проектов, крупных на сумму 3 триллиона тенге. И пропускная способность данного нитки будет увеличиться до 526 кубических метров в час. Тем самым мы закроем дефицит газа на 30 лет. Это наши планы. На сегодня Ахтюбинская область по республике занимает 7 место по обеспечению питьевой водой. Специалисты отметили, что по поручениям президента до конца 2025 года все населенные пункты будут обеспечены водоснабжением. На сегодняшний день реализуется 15 проектов по обеспечению централизованной водой. И в двух селах устанавливаются комплексно-облочные модули. В остальных 20 селах из 30 и 20 используют скважины. То есть по санитарным нормам они отказались от установки комплексно-облочных модулей. И они все соответствуют по санитарным нормам. Получается, пить воду из нее можно. По области пострадало более 4000 семей от паводков. Свыше 1000 домов были признаны аварийными. Для более 500 семей строятся новые дома. От остальных поступили заявки на покупку готового жилья на первичном и вторичном рынках. Всем известно, что весной текущего года в ряде районов области были объявлены чрезвычайные ситуации. В связи с этим были у нас тоже повреждены инфраструктурные объекты. Это в Тимирском районе, в селе Алтыкарасу, проект воды сейчас реализуется. И в Уиллском районе, в селе Каратал, проект по восстановлению сетей газоснабжения, тоже на 95 миллионов тенге. Из областного резерва выделены средства. И на сегодняшний день подрядчиками уже ведутся работы по восстановлению. Кроме того, по словам специалистов, степень готовности к новому отопительному сезону составляет 97%. Основные работы сделаны. Остаются лишь пусконаладочные работы и опрессовка сетей. Шасан Жалбаков, Межана Манжолов, Аптатансе. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Следующий выпуск программы Аптатанса смотрите в следующее воскресенье.